В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Стратегия 2035. В Сарове завершилось двухдневное обсуждение одного из главных документов по развитию региона. Как справиться с жарой и избежать теплового удара? Советы специалистов. Золушка 2018. Благотворительный проект по подготовке саровчанки к выпускному балу. Далее расскажем обо всем подробно. Дежурный документ. Работники бюджетных учреждений. В итоговом пленарном заседании приняли участие исполняющие обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и глава Росатома Алексей Лихачев. Саров может стать передовой лабораторией лучших социальных и муниципальных практик. Об этом заявили участники сессии стратегического планирования. В нашем городе есть все необходимое, чтобы к 2035 году достигнуть высоких показателей во всех областях. Будь то экономика или промышленность, социальная и духовная сферы, наука и образование, комфортная городская среда. Векторы развития по этим направлениям и нашли отражение в предложенных на финальном пленарном заседании и проектах. Очень важно, что стратегия развития региона это не только документ для правительства, для губернатора, муниципальных властей. Это документ, в котором найдут отражение пожеланий людей. Все, что связано с развитием их рабочих мест, с образованием их детей, с здравоохранением, таким дружелюбным муниципалитетом, реализацией государственных функций на такой комфортной основе для гражданина. Все это должно стать предметом и развития здесь, в Сарове, ну и во всей Нижегородской области, во всем регионе. В долгосрочной перспективе разработанная стратегия Сарова – это стартовый совместный проект Агентства стратегических инициатив и госкорпорации «Росатом». По итогам двухдневной сессии было подписано соглашение о сотрудничестве. Главная цель которого – выработать определенные модели проектов роста, а после – тиражировать их в других городах региона и страны. Теперь важно, наверное, с учетом каких-то замечаний, предложений коллег сейчас доработать это уже в такой действительно амбициозный документ, амбициозный проект, который будет вдохновлять всех жителей Сарова, всех жителей Нижегородской области для реализации и достижения того результата. Самое главное – это качество жизни, это возможность здесь жителям, молодежи, детям реализоваться и профессионально, и духовно. И самое главное, чтобы захотелось сюда вернуться и здесь жить. Основные направления, которые охватывает стратегия, близки и понятны каждому и характерны для любого города области. Это доступные медицины и образования, создание удобной логистики для сообщения между городами, появление новых высокотехнологичных рабочих мест, развитие современного городского пространства. Все, что должно привести к хорошему социальному самочувствию горожан. Плюс к этому стратегия предусматривает разработку в Сарове специфических проектов, которые не могут быть реализованы в других муниципалитетах области. Это тот высочайший научно-технологический потенциал, о котором мы знаем, потому что для этого требуется такая современная база, которая здесь есть, такое количество профессиональных высококвалифицированных кадров, которые здесь есть в городе Сарове и которые обеспечивают действительно прорывные задачи в целом российском государстве, в российском научно-технологическом развитии, в промышленном развитии. Это специфика, поэтому им уделено, конечно же, основное внимание. Важнейший для Сарова проект развития – это создание центра, который объединит образовательный и научный потенциал страны для создания качественно новых продуктов и разработок. Обсуждение предложенных на сессии проектов еще продолжится, и многие из них должны найти отражение в итоговом варианте стратегии развития региона. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Раскаленный асфальт, пыль, духота и палящее солнце. Летняя жара стала настоящим испытанием для горожан. Особенно опасен высокий температурный режим для детей и пожилых людей. В группу риска входят и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Как уберечь себя от жары и спастись от солнечного удара? За ответами на эти вопросы мы обратились к специалистам. Когда столбики термометров пересекают отметку в плюс 30, все стремятся поскорее выбраться из душного города поближе к воде, чтобы загорать и купаться. Но нельзя забывать, что долгожданная жаркая погода прежде всего несет в себе серьезную угрозу для здоровья. При длительном пребывании на солнце могут развиться такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, учащенное дыхание и сердцебиение. Все это признаки солнечного удара. И в такой ситуации важно уметь грамотно оказать первую медицинскую помощь. Человека нужно перевести в прохладное помещение или в тень, освободить ему верхнюю одежду, то есть расстегнуть воротничок, расстегнуть тугие пояса, уложить пострадавшего на спину, приподнять голову и наложить прохладный компресс на тело. Если он находится в сознании, дать попить прохладной воды и вызвать скорую помощь. Врачи настоятельно не рекомендуют находиться на солнце с 11 до 16 часов. Носить следует свободную одежду из натуральных тканей, не пренебрегать солнцезащитными очками и головными уборами. Особую роль играет и питание. В жаркую погоду следует полностью исключить из рациона жирную, жареную, острую и копченую пищу и соблюдать питьевой режим. Особую в жару нужно пить воду теплую. Вода должна быть чистая, не газированная, то есть чистая питьевая вода. И можно пить какие-нибудь напитки, самим приготовить. Особое внимание уделите детям. Заигравшись в песочнице или на качелях, малыши не всегда могут сразу пожаловаться на плохое самочувствие. Рекомендуется также соблюдать питьевой режим детям. Не оставлять детей без присмотра родителей. Ни в коем случае нельзя оставлять детей в автомобиле, в каких-то душных, непроветриваемых помещениях. Не стоит забывать о том, что летом очень легко простудиться. Кондиционеры, вентиляторы и холодная вода могут привести к переохлаждению организма, возникновению ангины, вирусных заболеваний и даже к развитию мингита. Руководители Нижегородского торпеда и хоккейного клуба «Саров» подписали договор о сотрудничестве в предстоящем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе нашей команды. Согласно документу, команда КХЛ имеет возможность командировать свой фарм-клуб игроков, которые будут принимать участие в чемпионате высшей хоккейной лиги и в случае необходимости в любое время возвращать их обратно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская теплосетевая компания сообщает. В связи с проведением плановых ремонтных работ с 8 часов утра 2 июля до 13 часов 5 июля будет отключено горячее водоснабжение некоторых домов по улицам Академика Харитона, Победы, Пионерской и других. Проверить, отключат ли горячую воду в вашем доме, можно на сайте sarov24.ru. С 1 июля коммунальные тарифы в России вырастут. В среднем по стране сумма в платежных документах увеличится на 4%. Сильнее всего на 6% коммуналка вырастет в Санкт-Петербурге и Якутии. Для справки, ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги происходит с 2012 года. В прошлом июле тарифы выросли также в среднем на 4%. Это лето по-настоящему балует горожан жаркой и сухой погодой. Значит, в городе и близлежащих лесах сохраняется высокая степень пожароопасности. В этом году в Сарове уже произошло 24 пожара, 6 из них на садовых участках. В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают о правилах поведения на даче и административной ответственности за разжигание костров в лесных массивах. Последний пожар случился совсем недавно. Возгорание произошло 19 июня в районе 3 часов ночи на одном из участков общества «Авангард Крымешки». В результате огонь целиком уничтожил садовый дом. И это не первый подобный случай. Частыми причинами пожаров на дачах и огородах становится неисправность электропроводки и нарушение техники безопасности при использовании печи. Чтобы уменьшить территорию распространения огня и избежать серьезных последствий, необходимо соблюдать ряд простых правил. Самое главное правило, наверное, это в первую очередь перед началом пожароопасного периода, либо сейчас, кто это еще не сделал, очистить его от горючих отходов, то есть от сухой какой-то растительности, складирование горючих предметов, чтобы не было на участке. Обязательно наличие бочки с водой, либо огнетушителя в дачном домике. Сегодня на территории Сарова продолжает действовать особый противопожарный режим, а это значит, что запрещено разжигание костров, приготовление пищи на углях и даже просто посещение леса. Но всегда находятся те, кто нарушают запреты и становятся виновниками лесного пожара. Чтобы огонь не дошел до вашего садового участка, необходимо позаботиться об этом заранее. Все участки, граничные с лесными массивами, необходимо очищать на расстоянии 10 метров от забора этого участка, либо от забора этой организации, внутрь леса от сухих листьев, сухой растительности, от валежника. Особое внимание следует уделить и детям. Их баловство со спичками или поджиганием травы может привести к необратимым последствиям. Нарушителей противопожарного режима ждет административная ответственность. Штраф составит у 2 до 4 тысяч рублей. А вот соблюдение правил может сохранить чужое имущество или даже чью-то жизнь. Выпускной бал – самое важное событие в жизни каждого 11-классника. Это момент прощания со школой и возможность насладиться последними беззаботными моментами детства перед ответственным шагом во взрослую жизнь. В этот день юноши и девушки стараются выглядеть на все 100. За несколько месяцев до выпускного бала впервые в Сарове стартовал благотворительный проект «Золушка», организаторы которого помогли собраться на выпускной вечер соровчанки из многодетной семьи. Такой шанс может выпасть только раз в жизни. Выпускница 11-й школы Даша Исакова начала подготовку к выпускному еще раньше, чем ее сверстницы. И все это благодаря тому, что несколько специалистов бьюти-индустрии нашего города решили сделать доброе дело и абсолютно бесплатно подготовили девушку к одному из самых ярких событий в жизни. Очень много людей занимаются каким-то делом своим и горят. Когда не просто ходишь на работу, а хочешь сделать немножко мир лучше. Когда рождаются такие проекты и, собственно, какая-то девочка одна у нас с Дашей становится счастливее немного. В череде бесконечных консультаций, экзаменов и репетиций выпускного Даша находит время для похода в салон красоты. Необходимый этап подготовки к выпускному – пробная прическа. Барикмахеры советуют при выборе укладки учесть многие факторы. И что самое главное – прическа должна выдержать весь вечер и как можно дольше оставаться в первозданном виде. Каждая выпускница хочет быть на вечере королевой бала. А для этого образ должен быть продуман вплоть до мелочей. Мы отталкивались от спонсоров, которые согласились с нами сотрудничать. Спросила у Даши, что она хочет. То есть она мне скинула фотографии, о каком бы платье она мечтала, какую бы прическу она хотела. Мы уже с ней поговорили и перевели желание в реальность. Еще один немаловажный этап – консультации с мастером по маникюру. Он поможет определиться с длиной и формой ногтей, подобрать цвет покрытия и дизайн в зависимости от созданного образа. Если это нежное, голубого цвета платье, можно выбрать жемчужную втирку, допустим. Это очень актуально в этом сезоне, будет смотреться очень нежно, очень здорово. Можно добавить стразы, какие-то блестки. Все подготовительные работы закончены, до выпускного остались считанные часы. Для того, чтобы созданный образ остался не только в памяти, но и стал частью семейного альбома, просто необходима праздничная фотосессия. Героиня проекта «Золушка» Даша Исакова, не скрывая волнения, в последний раз проходит по знакомому с детства двору родной 11-й школы. Выпускной – это главный день в жизни каждого человека. И сегодня мы попрощаемся со школой, мы будем скучать по ней. Выпускной – это маленький шаг в большую взрослую жизнь. Приобщить своего ребенка к спорту и научить его кататься на двухколесном велосипеде стало проще. В последнее время большую популярность набирают двухколесные велосипеды без педалей – беговелы. В нашем городе ребята, освоившие это транспортное средство, даже принимают участие в соревнованиях. Следующий заезд на беговелах пройдет на Дне молодежи. В этом году, кроме беговелов, будут состязаться велосипедисты и дети на самокатах. Всех участников распределят по категориям и возрасту. Родителям рекомендуют позаботиться о средствах защиты, которые помогут уберечь ребенка от травм при падении. Зарегистрироваться на состязание можно в группе ВКонтакте или на месте проведения соревнований. Если нет места, можно всегда просто попробовать на трассе. Детям это тоже интересно, проехать через все эти повороты, препятствия. И посмотрят вообще, окунуться в атмосферу праздника спортивного. Евгения Чаунина с сыном будут участвовать сразу в трех категориях – самокат, беговел и велосипед. По чутким руководствам мамы, мальчик тренирует на змейке повороты в движении и езду с ускорением. В свои пять лет Ваня уже уверенно ездит на велосипеде, но хочет показать мастерство владения самокатом и беговелом. А Евгения поддерживает сына в стремлении добиться высоких результатов. Для чего? Для того, что это полезно для здоровья, это интересно. У детей возникает ощущение соревновательного духа. Им нравится получать медали, призы. Но чтобы стать первым на соревнованиях, нужно очень ответственно подойти к подготовке. Вечерами ребята отрабатывают умение маневрировать и действовать в ограниченном пространстве. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова